Доброго вечера мы из Украины, всем привет, вы на канале Сергея Кончаренко и мы продолжаем говорить о рынке БУ смартфонов и сегодня у нас на обзоре iPhone 7 еще из далекого-далекого 2016 года и прежде всего давайте все-таки скажу о чем будет этот видеоролик скажу так, что это будет довольно-таки длинное видео если вы не любите длинные видеоролики, то вам однозначно смысла смотреть это видео наверное все-таки нет, если хотите более короткий вариант у меня на первом моем канале есть более короткий вариант обзор, точнее актуальность этого смартфона в 2022 году ну а в этом видеоролике я точно так же отвечу вам по поводу актуальности этого смартфона в 2022 году актуален он или нет более обширно и дам больше информации по этому смартфону я им пользуюсь на сегодня уже 3 месяца поэтому информации об опыте использования этого смартфона довольно-таки много и хотелось бы поделиться этой информацией с вами может кому-то это будет интересно и полезно ну и помимо этой информации будут проводить еще разные параллели и аналогии с Android смартфонами сравнивать с Android смартфонами его по некоторым параметрам а также высказывать свое субъективное мнение так что отчасти или во многом обзор и опыт использования будет субъективным так что если кому-то это интересно, усаживайтесь поудобнее можете заварить себе чай, кофе, что вы будете пить или есть и усаживаться удобнее и смотреть этот видеоролик так как он в реальности будет длинной по тайм-кодам постараюсь добавить, но не обещаю если что, пишите в комментарии, если вдруг забыл, сделаем все по тайм-кодам еще чтобы было более удобно передвигаться и возможно сэкономите вы еще на этом свое время итак, iPhone 7, он еще из далекого 2016 года и просто представьте себе, смартфону на сегодня уже 6 лет а им до сих пор многие пользуются, многие продают и многие покупают зачем я его купил? купил для себя в личное использование для определенных целей перед покупкой были определенные требования первое это самый дешевый и рабочий iPhone также это iPhone с актуальным программным обеспечением и вот как раз iPhone 7 попадает под эти основные требования поэтому я все-таки его купил ну и в целом, наверное, хочу сказать, что тему с БУ смартфонами я буду развивать и дальше и такого плана видеоролики с Android смартфонами и с Apple смартфонами будут еще выходить довольно-таки часто так что не забывайте подписываться на мой первый и второй канал в YouTube и Telegram канал во-первых, на YouTube каналах, конечно же, будут выходить видеоролики а в Telegram каналах могут заранее выходить, добавляться разного рода превью по этому видеоролику мои мнения, мои тексты, новости ну и там плюс ко всему есть чат взаимопомощи где люди общаются друг с другом помогают решать те или иные вопросы и те или иные проблемы так что не забудьте подписаться на эти площадки и в других соцсетях, кстати, я тоже есть и тоже выкладываю иногда видеоролики в Instagram и даже в TikTok и так, по комплектации первое, что хотелось бы сказать естественно, новых iPhone 7 сейчас нет есть варианты только восстановленные они идут как Refurbished продаются и локально в наших странах и на других площадках по типу как AliExpress я покупал БУ и естественно, комплектация уже будет больше зависеть от самого продавца объявлений по этим смартфонам очень много там, я не знаю, больше тысячи может быть, больше полутора тысяч в реальности выбрать есть из чего и так как это все-таки БУ смартфон и старый смартфон чтобы найти в нормальном, хорошем состоянии с хорошим комплектом придется все-таки потрудиться и посидеть мне пришлось периодически мониторить рынок я смотрел на OLX и на OLX я все-таки его нашел за приемлемый ценник о котором я скажу немного позже и с приемлемым состоянием и вариантом по памяти и здесь бы хотелось бы сказать, почему все-таки выгодно покупать БУ смартфон у обычных людей, обычного пользователя потому что у человека, который продает этот же смартфон у него уже есть к этому смартфону и аксессуары и вы покупаете этот смартфон и как бонус вам всегда достаются какие-то аксессуары как было у меня, ну у меня например на самом смартфоне уже было установлено защитное стекло это огромный плюс далее продавец в комплекте дал еще одно дополнительное защитное стекло что уже как бы приятно также нашел защитный чехол чтобы я использовал еще смартфон в защитном чехле ну и естественно зарядное устройство и USB кабель также были в комплекте то есть получается что я покупаю этот смартфон я отдельно к нему ничего не покупаю у меня есть и чехол и стекло и мне дополнительно уже ничего не нужно вот это вот я считаю преимущество покупки вот БУ смартфона у обычного человека если же вы будете покупать у какого-либо магазина естественно с магазином с одной стороны проще потому что он будет предоставлять какую-то гарантию там может быть 14, месяц, 2, 3 месяца, год это не знаю все зависит от магазина и условий и плюс ко всему магазин в комплекте или в подарок вряд ли вам что-то будет класть по типу чехла или защитного стекла в лучшем случае это USB кабель и зарядное устройство далее если покупать восстановленные восстановленные, ну во-первых восстановленные будут дороже во-вторых восстановленные это если вдруг вы не знаете это те смартфоны которые выглядят внешне как новые но там менялся, зачастую всегда меняется корпус он уже не родной, зачастую меняется батарея и множество других элементов также могут меняться но чаще всего это корпус и батарея если покупать в нашей стране они почему-то получаются либо значительно дороже либо могут быть то что покупают на Алиэкспресс у нас перепродают уже дороже это также стоит иметь ввиду но также можно покупать на Алиэкспресс там цена будет естественно дешевле но там есть свои тонкости и в свое время я покупал довольно-таки много айфон 4, 4S, 5, 5S, 5C на Алиэкспресс восстановленных и с ними были проблемы очень много было проблем с восстановленными смартфонами да, были такие, что они были нормальные но вот один из примеров не зря вот здесь установлен айфон 4S это один из смартфонов вот идеальный внешний вид пленка сзади, пленка спереди он проработал буквально ну до двух месяцев и все после того он выключился и больше он не включился не подавая никаких признаков жизни причем пробовали батарею менять, менять контакты заряжать, разряжать ничего это не дало и здесь стоит сделать вывод я купил этот смартфон срок защиты уже вышел соответственно прошло там около двух месяцев и за смартфон я деньги так и не смог вернуть ну а на то время это было на момент покупки это было порядка 200 или даже 250 долларов что было по сути немало некоторые смартфоны были нормальными там 4, 4S и например 5C 5C вы помните эти цветные смартфоны я также покупал на Алиэкспресс все хорошо было смартфон реально приходит как новый запакованный даже в коробке все отлично но например 5C там уязвимые места зачастую бывают батареи меняет и батарея там уязвимое место так вот очень плохо держит заряд так вот я 5C покупал ну во первых там заряд очень сильно быстро падал это первое ну и второе и кстати это продавцу доказать очень-очень тяжело так что имейте это ввиду и второе то что я хотел бы сказать что через 3 месяца использования причем смартфон ни разу не вскрывался начала падать яркость и когда я вскрыл его я увидел что шлейф который идет к дисплею от смартфона он немного есть небольшой перегиб и когда его перегибаешь в собранном виде он получается отключает либо часть светодиодов либо часть подсветки и естественно дисплей становится очень-очень тусклым когда его разгибаешь подсветка становится очень-очень ярко то есть я хочу здесь сказать что множество разных тонкостей и например на Алиэкспресс они не такие уж и дешевые получаются если покупать восстановленные так что если получится лучше найти у нормального человека который даст нормальный фидбэк по своему смартфону расскажет что к чему и как и что как и было это то что касается покупки и в целом какой лучше покупать я бы я выбрал вариант вот именно вот такой вот БУ далее хотелось бы поговорить по поводу корпуса и материалов так как смартфон выходил в 2016 году айфон тогда этот же был флагманом то материалы корпуса здесь точно так же флагманские это стекло и металл фронтальная часть естественно это стекло и тыльная часть боковые рамки это металл и к слову хочу сказать что это последний айфон седьмого поколения у которого полностью металлический корпус металлический задник все последующие идут уже со стеклянным задником и это просто сделано потому что там есть беспроводные зарядки и с металлическим корпусом беспроводная зарядка не работает Вот этим еще и обусловлен металлический корпус. Ну, а у всех остальных также металлическая рамка, но стеклянный задник уже будет. По внешнему виду, ну, обратите внимание, что внешний вид довольно-таки неплохой. Единственные нюансы по корпусу, если присмотреться возле камеры, есть небольшая потертость, затертость вот в области камеры. Все это из-за того, что смартфон носился в чехле. Ну, естественно, что-то где-то вытиралось, подтиралось, попадала пыль. Ну, и в целом, да, такой вот есть. И если посмотреть на нижнюю грань, естественно, минимальные потертости есть и здесь. Хотя, в целом, внешне выглядит он отлично. Все время был под защитным стеклом. Дисплей точно так же выглядит отлично. Защитное стекло установлено. Здесь как бы все хорошо. Как я и сказал, достал смартфон, поставил сим-карту, настроил и начал пользоваться. Ничего не нужно бегать, искать, покупать, докупать к этому айфону. Дальше стоит отметить также еще то, что в айфон 7 уже есть стандарт пылевлагозащиты IP67. Если я не ошибаюсь, там заявлено погружение в воду до 1 метра на время до получаса. И в БУ смартфоне, вот как раз на все 100% доверять пылевлагозащите не стоит, учитывая то, что этому смартфону уже 6 лет. Плюс ко всему вполне возможно, что он разбирался. Возможно, что здесь что-то менялось. И полностью IP67, стандарт пылевлагозащиты, можно сказать, ушел. Все зависит, конечно же, от пользователя, все зависит, конечно, от сервиса, в котором он, может быть, был. Но я бы не рассчитывал на полную пылевлагозащиту, а рассчитывал бы больше на защиту от брызги и дождя, но не более. Если же говорить по поводу габаритов, то это однозначно сейчас просто приятный, просто компактный смартфон, просто удобный. В руке он лежит отлично, здесь скругленные грани, в отличие от новых айфонов 12-х, 13-х, когда там ровные грани, там грани вот такие вот, как в айфоне 4-м. И если вот сравнивать оба айфона, то 7-ка лежит в руке намного приятнее, нежели вот такие вот ровные грани, как у 4-ки, как у 12-х и 13-х айфонов. Скруглено, приятно, в руку нигде ничего не врезается, отлично, просто отлично лежит в руке. Здесь замечательно, ну и по габаритам. Таких смартфонов по габаритам сейчас нет, любой новый смартфон, который вы возьмете, таких габаритов реально нет. Единственное, что из новых смартфонов версии мини, 12 мини, 13 мини могут иметь примерно такие же габариты. Ну, может быть, даже практически такие же габариты, но немного больше дисплей. Ну, а любому андроид-смартфону такие габариты вовсе недостижимы. Вот я вот сейчас вам покажу андроид-смартфон, которым, ну, к примеру, я пользуюсь на постоянной основе Realme GT Neo 2. Это достаточно-таки популярный смартфон, который вышел в 2021 году и сейчас еще активно продается. И вот вам сравнение по размерам. Обратите внимание, настолько iPhone меньше в высоту, меньше в ширину и толщина у них, ну, у iPhone даже по толщине толщина меньше. Соответственно, очень-очень-очень большая разница по ощущениям, по габаритам между этими смартфонами. Очень хорошо ощущается. Единственное, что, да, здесь, конечно же, вот эти вот рамки. Если бы здесь были меньше рамки, то был бы вовсе классный смартфон. Но если бы здесь не было вот этих вот рамок, это был бы уже смартфон iPhone 12 или 13 mini. А так это по габаритам, ну, сравнительно тот же самый iPhone 8 и iPhone SE первого-второго поколения. Порты и разъемы. По портам и разъемам здесь все просто. Сетка для микрофона, Lightning, сетка для динамика. Сделано симметрично, выглядит красиво. На правой грани расположен сим-латок. Это сим-латок для одной сим-карты. Этот смартфон на одну сим-карту. И в то время, еще в 2016 году, никаких eSIM, электронных сим-карт не было. И, естественно, это только одна сим-карта. То есть, имейте в виду, это смартфон либо для пользователей только с одной сим-карты, либо, как возможно, как второй смартфон. Так что, это нужно также знать. Кнопка питания располагается немного выше. Если говорить по хвату, палец идеально ложится туда, куда нужно. Одной рукой смартфон держать удобно. И нажимать кнопку питания также удобно. Верхняя грань абсолютно чистая, абсолютно пустая. Здесь нет ничего. Ну и на левой грани расположен, во-первых, переключатель беззвучного режима и кнопки регулировки громкости. По портам это все. И обратите внимание, что здесь нет 3,5-мм джека. Естественно, опять-таки, это первый смартфон, у которого убрали 3,5-мм джек. Соответственно, если вам нужно подключать проводные наушники, то это адаптер Lightning 3,5-мм джек. Если вам нужно подключать беспроводные наушники, конечно же, без проблем подключайте. Я пользуюсь Apple AirPods и пользуюсь как на iPhone, так и на Android. Работают и там, и там очень хорошо. Ну, естественно, с iPhone работают немного лучше в плане удобства анимации, подключения, переподключения. Здесь с этим как бы все хорошо. По стандарту пылевлагозащиты я уже сказал, и, ну, наверное, по корпусу, по материалам все. Очень-очень приятный, компактный, удобный смартфон. Дисплей. Вот здесь, конечно же, да, для 2022 года все выглядит не совсем круто на фоне огромных безрамочных смартфонов, таких как вот Android или в целом любых других смартфонов, даже тех же самых iPhone. Вот обратите внимание, iPhone, да, и обратите внимание, Android смартфона. Настолько больше, мне кажется, такое впечатление, как будто бы здесь два таких дисплея, как в Apple iPhone 7 версии. И вот, к сожалению, да, выглядит не совсем круто, но здесь есть также и какие-то свои плюсы, минусы и нюансы. Итак, в итоге здесь установлен IPS-дисплей, это Retina с диагональю 4,7 дюймов с разрешением 750 на 1334. Несмотря на то, что плотность пикселей может показаться не такой уж и высокой, но дисплей достаточно-таки хорош. Хорош он по показателям и разрешения, плотности пикселей, детализации, цветопередаче, ну и даже той самой яркости. То есть это, несмотря на то, что это IPS-старый дисплей, но это просто отличный и замечательный дисплей даже на сегодняшний день. Если рассматривать какой-нибудь бюджетный Android смартфон примерно в этой же ценовой категории, но об этом мы поговорим, наверное, немножко позже, то дисплей здесь значительно лучше будет по качеству, нежели какие-нибудь самые-таки недорогие и бюджетные смартфоны. По настройкам экрана здесь есть светлая тема, темная тема, выбирайте, какое хотите, но так как это IPS-дисплей, то есть это только декоративные, так скажем, внешний вид он будет иметь, никакой экономии и прочего-прочего здесь не будет. Яркость, вот это вот максимальная яркость, вот это вот минимальная яркость, и я так скажу, даже максимальной яркости в большинстве случаев на улице более чем достаточно для того, чтобы просматривать ту или иную информацию. Night shift, переключение в ночной режим, защита зрения, поднятие для активации и все, вот это вот стандартный вид, масштаб, можно увеличенный, можно уменьшенный сделать. Плюс ко всему, видите, так как здесь используется кнопка, то и жесты отчасти также работают. Жест выхода на одну позицию назад, и он работает не только в стандартных приложениях, а работает и в любых других, там в тех же инстаграмах, тиктоках и прочем-прочем-прочем, там все это вот работает. Дисплей, он в целом, я скажу, доволен, я понимал, на что я иду, да, это маленький дисплей, и используя параллельно Android смартфон, тот, который я показывал, вот 4,7 дюймов дисплей здесь, и вот 6,67 в Android смартфоне, разница просто колоссальная, реально разница огромная. Но вот когда я перед тем, как записывать актуальность iPhone 7 на основном канале, я использовал его как основной, в этот заглядывал довольно-таки редко. И уже в первый день начинаешь привыкать к такому вот дисплею, к такому вот смартфону. Но когда берешь в руки вот этот вот смартфон, пользуешься хотя бы там 5-10 минут этим смартфоном, и обратно берешь iPhone 7, ты понимаешь, что это не совсем то, и не совсем комфортно. То есть для того, чтобы начать пользоваться iPhone 7 с его экраном, нужно дать время, чтобы привыкнуть. Вот пользуйтесь хотя бы день-два, и вы к этому привыкаете, если не используете какой-либо другой смартфон. Здесь с этим как бы все довольно-таки неплохо. Ну и в целом экран, да, если не для потребления ежечасового или практически суточного потребления контента, то дисплей вполне нормальный, вполне адекватный для стандартных бытовых задач, чтобы будет достаточно или даже более чем достаточно. Вот там иногда почитать какие-нибудь новости, пролистать ленту новостей в соцсетях, отправить сообщения, переписки и звонки там в мессенджерах. Да, с этим смартфон отлично будет справляться. Этого дисплея будет более чем достаточно. Ну вот если вы часто смотрите какие-нибудь там видеоролики, если вам часто вы смотрите часто фильмы, тогда этого дисплея будет, конечно же, маловато. Для игр, например, ну не совсем комфортно на маленьком дисплее будет играть или просматривать какие-то фильмы. Для всех остальных бытовых задач этого будет достаточно. Железо и производительность. И здесь все очень интересно. Почему? Да просто потому, что смартфону 6 лет, смартфон старый, процессор старый, в целом железо старое. Итак, смотрим. iPhone 7. Ну здесь краткая информация. Вот, пожалуйста, 2016 года сама модель и по процессору. Процессор здесь установлен Apple A10. Это четырехъядерный, внимание, еще четырехъядерный процессор, изготовлен по 16 нанометровому техпроцессу. И вариант по памяти, но не хочу я оценивать сейчас. И вариант по памяти 2 гигабайта оперативной памяти. Вдумайтесь просто. Четырехъядерный процессор и 2 гигабайта оперативной памяти. Немного позже скажу, почему вдуматься. И вариант постоянной памяти 128 гигабайт. И вот здесь существуют самые распространенные версии, которые продаются, 32 и 128. И вот 32, ну ни в коем случае категорически не советую покупать. Ну вот, смартфоном пользуюсь три месяца. Смотрите, здесь свободного места 74. То есть, больше, однозначно больше, чем 32 гигабайта у меня здесь занят. Да, я, конечно же, сейчас не экономлю. Я много делаю фотографии, записываю видеоролики. Ну поверьте мне, вот вы установите все самые необходимые приложения. У вас займет уже большую часть памяти. То есть, у вас останется там, ну не более 10 гигабайт свободного места. Далее вы начнете пользоваться мессенджерами. Они очень много съедают места, в особенности Telegram. Если там не выставить определенный настройок или не подчищать довольно-таки часто. И множество других приложений очень много собирает разной информации. И я думаю, уже после там одного-двух месяцев использования вы поймете, что зря купили 32 гигабайта. Так что ни в коем случае, слушайте, ни в коем случае не покупайте. В особенности, если вы собираетесь там играть на этом смартфоне и достаточно активно использовать этот смартфон. А не просто использовать как звонилка. Ну логично, потому что как звонилку можно использовать и какой-нибудь кнопочный телефон за 10, 15, 20 долларов. Далее, почему я говорил, запомните 2 гигабайта оперативной памяти, 4-ядерный процессор. Да просто потому, что если посмотреть, какие Android смартфоны работают на таких же параметрах. Ну, например, у меня не так давно был на обзоре Tecno Pop 5. Это Android смартфон, который примерно в эту же цену, кстати, да, и имеет точно так же 4-ядерный процессор и 2 гигабайта оперативной памяти. Знаете, что там, если я вот не ошибаюсь, в том же самом Antutu смартфон там набирал до 100 тысяч баллов. Что здесь? 328 тысяч баллов. Много это или мало? Если вы не ориентируетесь, то для такого смартфона, для смартфона 6-летней давности, это, во-первых, хорошо, круто, классно. А во-вторых, если сравнивать смартфоны на Android с таким железом, то будет в 3-3,5 раза меньше. Ну, и, к примеру, можно взять смартфоны, вот я недавно делал обзор на смартфон Xiaomi Redmi Note 11. Это смартфон, который выпущен в 2022 году, который стоит 250-300 долларов в таких вот пределах. Там он в Antutu набирает 230 тысяч баллов. Ну, или Samsung M32, у них примерно такая же цена, как Xiaomi Redmi Note 11, и имеет примерно такой же процессор и набирает 230 тысяч баллов. А они в 2-2,5, иногда могут быть даже и в 3 раза дороже, чем вот примерно такой же iPhone 7. Так что по бенчмаркам, по показателям, по железу, несмотря на то, что это старый смартфон, старый процессор, то он довольно-таки неплохой. Ну, и чтобы видеть хотя бы, как это все работает, для начала давайте я все выгружу с памяти и попробуем запустить, посмотрим, как запускается приложение. Давно не выгружал все приложения. Кстати, если вдруг не знали, то на iOS даже не рекомендуют выгружать с памяти приложение, а это будет наоборот хуже. Почему? Потому что загруженное приложение уже будет быстрее повторно загружаться, и во-вторых, при повторной загрузке уже загруженного приложения понадобится меньше ресурсов и меньше энергозатрат. Соответственно, так даже iPhone будет работать лучше. Смотрим, здесь ничего нет в памяти, чистые, никакие приложения не были запущены. Итак, ну давайте самые распространенные. Инстаграм хотя бы начнем с этого. Вот смотрите, насколько быстро запускался. Если посмотреть на смартфоны с такими же, давайте сворачиваем, с такими же параметрами, то запускались они там 30, 40, 50, иногда даже 60 секунд. Такие вот простые приложения, как в соцсети. Вот YouTube, смотрите, достаточно быстро, скролл, скролл неплохой, да. Давайте вот сейчас, что у нас более тяжелый, Twitter. Ну с Twitter даже у флагманов часто бывают проблемы, но все же, смотрите, даже скролл достаточно-таки неплохой. Плюс ко всему запустился достаточно быстро. Что еще? Ну, TikTok, да, TikTok, TikTok. Запускаем TikTok. Смотрите, даже TikTok запустился быстро. Ну здесь как бы к TikTok также претензий нет. Ну и камера. Смотрите, камера вовсе практически моментально запускается. Ну и давайте посмотрим в памяти, как это все держится. Instagram, давайте сделаем скролл, ленты новостей, как это все выглядит. Кстати, вот по дисплею, у кого проблемы с зрением и с стандартными, с не увеличенными шрифтами, может показаться, конечно же, мелковато. Ну, в особенности, если вы пользовались смартфонами немного побольше. Далее, YouTube, смотрите, не перезагрузился. Twitter не перезагрузился. Это учитывая, что я уже пролистывал, да, немного. И что у нас, TikTok. TikTok не перезагрузился. Ну и естественно, что камера будет уже перезагружаться, потому что она запускается все равно повторно. Ну и повторно она даже запускается достаточно-таки быстро. То есть, по производительности, по работе, это, ну, феноменальный, можно сказать, смартфон, потому что для Android это недостижимо, это, ну, реально недостижимо. Если хотите, можете посмотреть мой обзор на смартфоны вот такие вот ультра-ультра бюджетные, которые стоят, ну, там 100, 120, там 130 долларов. И вы увидите, что, да, к сожалению, разница просто огромнейшая. Ну и также стоит еще сказать, что на этом смартфоне можно довольно-таки неплохо поиграть. В тот же самый PUBG Mobile, World of Tanks и даже Genshin Impact. Genshin Impact, вы просто задумаетесь, сможете ли вы запустить на смартфоне с 2 гигабайтами оперативной памяти Genshin Impact и с четырем ядерным процессором. Я не уверен, что вы всегда сможете запустить там тот же самый PUBG Mobile, а Genshin Impact и подавно. А вот этот вот смартфон справляется неплохо с играми, и World of Tanks на высоких настройках работает отлично, и PUBG Mobile не на самых низких настройках. И тот же самый Genshin Impact, да, на низких настройках, но он работает, работает адекватно, без постоянных тормозов, подтормаживаний. То есть на этом смартфоне можно играть. Другой вопрос, что дисплей здесь небольшой, возможно, не сильно комфортно будет играть на этом смартфоне, но вполне возможно и вполне играбельно. И помимо того, что играбельно все хорошо, но стоит учитывать, помимо небольшого дисплея, еще и достаточно-таки сильный нагрев. При играх, ну, порядке 30 минут смартфон, при тяжелых играх около 30 минут и больше, смартфон неплохо так нагревается. Нагревается он, ну, во-первых, из-за достаточно мощного процессора на то время, и очень хорошо это ощущается в руках, просто потому что, напомню, смартфон выполнен в металлическом корпусе, и теплоотдача, теплоотвод у металла довольно-таки хороший, и поэтому в руках ощущается иногда смартфон, ну, ну, уж реально горячим. А если говорить по поводу троттлинга, даже спустя там 30 минут и час минут игр я не заметил. То есть он или есть, но небольшой, или есть, но незаметный. Вот во всяком случае как-то так. Довольно-таки неплохо ведет себя смартфон по этим параметрам. Но, смотрите, например, если вы довольно-таки часто общаетесь, кстати, затрагивать эту тему можно и на Android смартфонах, если вы довольно-таки часто общаетесь по видеосвязи, в особенности я сейчас говорю Telegram или также по FaceTime здесь, и спустя где-то 30 минут общения по видеосвязи, смартфон также неплохо нагревается, причем нагревается не хуже, чем в играх. И тогда иногда случаются фрезы и подтормаживание. Бывает такое, что даже изображение и звук отстает друг от друга, и вы можете что-то сказать, собеседник это услышит только через 3-4, может быть, даже 5 секунд. После длительного общения по видеосвязи иногда смартфон, вот как по мне кажется, он троттлит при вот такой длительной видеосвязи. Для этого достаточно просто положить трубку и через буквально 1-2 минуты перезвонить, и снова у вас нормально все работает, хорошо. Но здесь справедливости ради отмечу, что любой среднебюджетный Android смартфон ведет себя примерно так же, потому что Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Samsung M32 вел себя абсолютно так же. После 30-40 минут общения по видеосвязи в Telegram, они нагревались очень сильно, и они начинали довольно-таки сильно подтормаживать. Даем отдохнуть ему пару минут, и дальше они работают хорошо. Только единственное, что справедливости ради отмечу, Realme GT Neo 2 в очередной раз похвалить его хочу. Либо здесь просто с троттлингами, с нагревом все очень хорошо продумано и решено, либо здесь просто охлаждение, как и говорилось ранее, я рассказывал в обзоре, очень хорошее. Спустя даже час смартфон, да, чувствуется, что нагревается. Нагревается он не сильно, не колоссально, и он, естественно, не троттит. Я параллельно могу еще общаться по видеосвязи, все время будет включена камера передачи видеосвязи, активное использование сети. И плюс ко всему я, например, могу, не знаю, просматривать какую-то информацию на сайтах, в Телеграме, в том же самом дальше, в пабликах, в группах, могу дальше в Инстаграме сидеть, и смартфон не перегревается. Хотя большинство бюджетных, среднебюджетных смартфонов просто иногда сходят с ума и тормозят очень-очень сильно. Так что, ну, это тоже стоит учитывать. А вот, как я и говорил ранее по поводу ПО, программного обеспечения, то на сегодня здесь актуальное программное обеспечение iOS 15.5. То есть это самое новое программное обеспечение, которое сейчас есть. Оно пришло одновременно с другими смартфонами от Apple. Я установил без проблем, все установилось и работает. Для меня это было основным требованием. Я знаю, что на предыдущих версиях, на iOS 14, даже на iOS 13 и 12, он работает очень-очень хорошо и значительно лучше, чем сейчас. Но для меня было основное требование актуальное программное обеспечение. Точнее, не ниже iOS 15. Ну, а дальше, чем выше, тем лучше. Так что, по программному обеспечению здесь все актуально, здесь все круто, классно. И, вы знаете, на момент покупки этого смартфона, я все-таки подозревал и думал, что Apple обновят до iOS 16. К сожалению, это не так. И я в действительности так и думал. И делал посты у себя в Telegram канале. И это были слухи, это были множество неподтвержденной, к сожалению, информации, что начиная с iPhone 7 и по последний новый iPhone будут получать iOS 16. К сожалению, после презентации, после WWDC 2022 года, которая не так давно была в июне, в начале июня, там 5 или 6 июня, не помню, 2022 года, оказалось, что iOS 16, iPhone 7 и 7 Plus уже, к сожалению, не получат, а только начиная с 8 Android. Ну, это, естественно, минус, но это не означает, что смартфон, допустим, через год не будет еще работать. Будет он работать, будет он работать еще год, два, три года, я думаю, будет он нормально и адекватно работать на том программном обеспечении. А дальше, возможно, будут какие-то сложности, а возможно и нет. Ну, я как минимум, думаю, около одного года буду пользоваться этим смартфоном, дальше посмотрю, что к чему и как. Вполне вероятно, что что-то возьму более новое или, может быть, более интересное. Дальше будет видно. Ну, и по поводу поддержки и обновлений, хочу напомнить, что этот смартфон был на презентации с iOS, его презентовали на iOS 10 и обновили до 15,5. То есть, ну, чувствуете, настолько все интересно, настолько все классно, потому что 6 лет поддержки в программном плане, это реально круто. И вот если подсуммировать вот это вот все, 6 лет поддержки смогли обновлять старый смартфон достаточно долго. Что там у Android будет с этими смартфонами? Я же говорил, что это Xiaomi Redmi Note 3, Samsung F7, Myzo M3. Ну, вот это самые яркие, которые в памяти отложились у меня, у многих, может быть, отложились. И вот эти вот смартфоны презентовали их, если я не ошибаюсь, на Android 5 или, в лучшем случае, 6. И я думаю, что они получили седьмой Android. Ну, возможно, Samsung F7 получил восьмой Android. Возможно. Но она сейчас актуальная версия 12. И вот здесь чувствуете разницу, да? Когда на Android обновляли смартфоны в то время еще год, два года. И сейчас, когда Apple iPhone последний, что обновлялся сейчас, получает 6 лет обновлений. Разница очень-очень существенная. Также хотелось бы добавить, кстати, на Android сейчас много производителей обещают сначала 3 года обновлений, некоторые уже даже 5 лет обновлений. Ну, вот, например, там Xiaomi анонсировали 3 года обновлений. Это хорошо. А Samsung анонсировали даже в своей линейке. А, 5 лет обновлений. Реально, вот, хотелось бы посмотреть. В реальности они будут 5 лет обновлений. Я думаю, это обновления будут, ну, патчи безопасности, возможно, какие-то. Возможно, фирменные фишки в One UI. И я сомневаюсь, что вот сейчас там смартфоны, которые вышли на 12-м Android, получат через 5 лет Android 17. Честно, сомневаюсь. В особенности бюджетные смартфоны. А у них там множество разных интересных заявлений было. Дальше в этом же пункте, наверное, все-таки хотелось бы отметить по поводу виброотклика и Taptic Engine. Здесь хотелось бы напомнить, что это первый смартфон, в котором использовался свой виброотклик интересный, Taptic Engine. И убрали механическую кнопку Home. Здесь сенсорная кнопка Home. И она работает практически как физическая. Когда мы нажимаем на эту кнопку, есть характерный виброотклик. Но здесь нет хода, хотя очень сильно чувствуется, как будто бы в реальности я нажимаю кнопку. Все это благодаря этому же Taptic Engine и хорошему виброотклику. Отвлечемся буквально на одну минуту. На макбуках установлен точно так же Taptic Engine и там тачпад, он не нажимается. Он стеклянный и он не нажимается. Но когда вы нажимаете на этот тачпад и он чувствует силу нажатия, и когда вы нажимаете, срабатывает виброотклик, Taptic Engine, вибромотор. И некоторые даже не могли подозревать, что там нет в действительности нажатия, а это работает виброотклик. Вот в реальности те, кто не знают, никогда бы не могли подумать, что там сенсорная панель, сенсорная часть не нажимается. А в действительности так. Ну вот и здесь точно так же. Очень хорошо, очень приятно, классно все ощущается. Плюс ко всему это еще и интегрировано в систему. Здесь в самой системе при переходах, возвратах назад, при обновлениях, вот это вот все работает классно. При перелистываниях там определенных вещей, настройке там тех же будильников, секундомеров, вот все это работает. И работает это приятно. И здесь я бы сказал, наверное, в Android смартфонах 2016 года такой вот виброотклик даже и не снился. А вот в iPhone было, и это круто, приятно, это в реальности чувствуется, как вроде бы это все-таки флагманский смартфон. Но он и есть флагманский, но как будто бы он на сейчас является флагманским. То есть я довольно-таки долго использовал iPhone 11, два года, даже больше, чем два года использовала. Там также используется такой же виброотклик и здесь такой же виброотклик. И они практически не отличаются, что очень-очень круто. То есть это говорит о том, что как раньше был крутой, классный, обалденный и приятный виброотклик, так он и остался сейчас примерно таким же. Далее поговорим о связи. И о связи здесь много я говорить не буду. Скажу лишь то, что смартфон поддерживает 4G, LTE, 3G, 2G, сети и частоты. И если посмотреть на ценник новых смартфонов на сегодня, которые вы можете купить в магазинах, то за такую цену вы, наверное, все-таки не купите смартфона с поддержкой 4G. Придется там немножко доплатить или переплатить, чтобы хотя бы работал 4G. Вот здесь существенные преимущества у этого смартфона однозначно. Тот же самый Tecno Pop 5, который я вам говорил, который примерно так же стоит, как этот смартфон, не поддерживает 4G-сети. А 4G-сети поддерживают немного дороже смартфоны. Вот как ни странно, но классно. Wi-Fi здесь также двухдиапазонный, поддерживается частота 2,4,5 ГГц. Bluetooth, да, к сожалению, Bluetooth здесь версии 4.2, но это тот Bluetooth, который Love Power или Love Energy, то это все, в принципе, неплохо. GPS GLONASS в Baidu есть, навигация работает, правда, при навигации, при активной навигации смартфон также неплохо прогревается на максимальной яркости дисплея и неплохо так разряжается. По поводу автономности поговорим немножко позже. Ну и плюс ко всему, огромнейший плюс здесь есть NFC, соответственно, Apple Pay здесь работает. В ультрабюджетном смартфоне работает Apple Pay. Я обращу ваше внимание, что, например, в том же самом Tecno Pop 5 или там, не знаю, те же самые Redmi 9A, которые даже немного дороже будут, они также имеют, точнее, они не имеют возможности оплачивать бесконтактно. А здесь без проблем бесконтактно оплачивать NFC есть и работать, что очень и очень круто. Камера. И вот здесь также все интересно. Ну, почему? Просто потому что старый смартфон, ну, забегая наперед, скажу, что он снимает довольно-таки неплохо, как фото, так и видео. Здесь используется одна камера, всего лишь одна камера на 12 Мп, но она нормальная. Это первое. Второе с оптической и еще и с программной стабилизацией. Что, в принципе, очень хорошо, если взять любой ультрабюджетный бюджетный смартфон, никаких оптических и программных стабилизаций. Ну, в лучшем случае программная будет, но никаких оптических стабилизаций там не будет. Единственное, да, что вот в бюджетном смартфоне, в ультрабюджетном вы можете получить 2-3 камеры, 4 камеры, может быть, 5 из этих камер. Ну, в лучшем случае, что будет основная рабочая и, может быть, если повезет, в более дорогих моделях будет еще широкоугольный модуль камеры. Все остальные, там, портретные модули, макрокамеры без автофокуса с разрешением по 2 Мп, это просто смешно. И лучше установить одну нормальную камеру, чем россыпь ненормальных и всех ненормальных камер. В итоге, смотрите, примеры снимков, конечно же, я сейчас вам приведу. Скажу, что если смотреть на картинку сейчас в целом, то на фоне старых 6-летних андроидов все очень-очень даже неплохо. И в целом сами фотографии смотрятся довольно-таки неплохо. Плюс ко всему, есть здесь некоторые киллер-фичи, которых в андроид-смартфонах даже среднего сегмента, не то чтобы бюджетных, ультрабюджетных, нет. Иногда даже и в флагманских, не говоря уже о старых смартфонах 6-летней давности. Вот, например, смотрите, переходим мы в камеру и дополнительные возможности. Что есть интересного? Есть HDR, который реально работает в автоматическом режиме и работает он быстро. И фотографии сохраняются быстро, и не нужно ждать по 30 секунд, пока сохранится фотография, как это бывает часто в ультрабюджетных и бюджетных смартфонах. Это если там есть HDR. Ну, давайте продемонстрирую. Давайте включу специально HDR и сделаю ряд снимков. Смотрите, вот делаются снимки, и снимки сделаны. Вот, смотрите, все снимки сделаны. Все снимки сделаны в HDR, и все они сделаны довольно-таки быстро. Дальше я включу в автоматическом режиме, чтобы все автоматически работало. То есть не приходится ждать по 30 секунд сохранения снимка. Далее есть вот этот вот лайв-режим. Что такое лайв-режим? Режим я уже однозначно неоднократно рассказывал, показывал это даже на примере айфона 11-го. Это, ну, киллер фича, реально. Я вам сейчас покажу. Вот, смотрите, я сделал снимок, и как выглядит снимок в лайв-фото. Вот так вот он его сделал. А вот так вот вы можете посмотреть, что здесь было. То есть это фотография, в которой сохраняется еще двухсекундное видео, может быть, даже до трех секунд, до трех секунд видео. И, например, при нажатии вы можете просмотреть этот снимок и ваши воспоминания. Первое. Это еще не все. Плюс ко всему есть кнопка «Править», и в этой кнопке «Править» есть возможность выбрать кадр. Давайте, вот смотрите кадр, когда моя рука находилась где-то в другом месте, сделать титульным, да. Когда моя рука была четко, не смазана, когда находилась там, где вам нужно. Ну, вот, например, так вот. И вы можете сохранить, сделать это фото титульным, и оно будет сохранено. Что очень-очень круто. Помимо всего прочего, здесь записывается как полноценный видеоролик еще, и будет у вас дополнительно звук, что очень круто и очень классно. Если вы вдруг не поняли, что это такое Live Photo и как его применять, ну вот, есть, например, вот такая вот фотография. Это сделано все в автоматическом режиме, серии снимков, и вот я сфотографировал своего пса. Ну, айфон решил, что, возможно, вот эта вот фотография будет лучше. Ну, мне она не нравится, я не хочу такой вот фотографии, у меня есть возможность ее отредактировать. Вот она полностью как выглядит. Что мы делаем? Заходим в инструмент «Править», и здесь выбираем то же самое Live Photo. Что мы делаем? Ну, вот, пес повернут передом ко мне, возможно, он решил, что так будет правильно. Я смотрю, какие есть варианты. Вот так, как по мне, смотрится немного симпатичнее. Пес как бы смотрит и на меня, и немного другой вид, и он не будет смазан, размазан, и выглядит довольно-таки неплохо. Ну, вот смотрите, серия снимков из, там, не знаю, 30, может быть, снимков. Я выбираю любой. Я хочу, я выбираю вот этот вот. Сделать титульным, и все. Пожалуйста, фото сохранено. При всем этом Live видеоролик сам сохраняется. То есть, что очень хорошо. Но и это еще не все, потому что вот эти вот Live Photo сохраняются еще в Google Photo. Ну, да, помимо того, что здесь есть свой iCloud, в iCloud они также сохраняются. И если вы пользуетесь либо параллельно Android смартфонами и iOS, либо iOS и загружаете фотографию в Google Photo, а Google Photo, я так скажу, удобно там загружать. Например, да, сейчас дается 15 гигабайт, но на 15 гигабайт сжатых фотографий сохраняется довольно-таки много, там, тысячи или, может быть, даже десятки тысяч разных фотографий. Плюс это воспоминания, плюс это быстрый переход, быстрый поиск. Google всегда присылает какие-то приятные воспоминания. Это все красиво, красочно, удобно, приятно. Разные анимации создают разные видеоролики на основе этого. Это классно, круто, да. И вот в Google Photo точно так же Live Photo сохраняется, причем занимает это немного места, что очень классно. Дальше из дополнительных возможностей это пошли съемка по таймеру, разные цветовые, световые фильтры, что может быть не сильно интересно. Ну и, конечно же, есть замедленное видео, есть таймлапс. Таймлапс, единственное, знаете, что мне вот в айфонах не нравится, что нельзя настроить. Там таймлапс идет 1 к 4, по-моему, если я так не ошибаюсь. То есть, ну, не сильно замедленный таймлапс получается. И квадрат, панорама, ну, то есть, дальше все стандартные. То есть, что еще стоит, на что стоит обратить внимание, что в камере айфона 11, айфона 7, нет возможности съемки в ночном режиме. Да, здесь ночного режима нет. И, если я не ошибаюсь, он появился то ли с айфон XR XR, то ли с айфона даже 11. Вот как-то немножко запоздали, но все-таки зато работает. Там он довольно-таки неплохо, даже хорошо, я бы сказал. Ну и плюс ко всему, нет здесь портретной съемки. Портретная съемка, портретный режим есть только в айфон 7+. И вот как-то так, даже в айфоне 8 портретной съемки нет, а 8+, есть где есть, дополнительная вторая камера. Вот там вот с помощью программных фильтров и с помощью второй камеры как раз и делается портретная съемка. Ну, при наличии нормального софта, программного обеспечения и железа можно делать это все в одной камере. Ну, естественно, Apple так не делает, у них своя политика и хочешь что-то новое, что-то интересное, будь добр, купи новый смартфон. Вот как-то так. Зато обновление программного обеспечения довольно-таки долго. И еще из дополнительных фишек и плюшек стоит отметить, да, вот, кстати, настройок в камере нет. Чтобы перейти в настройки, вам нужно перейти в общие настройки, а потом в общих настройках только найти камеру. Это, конечно же, минус-минус всех айфонов. И если посмотреть по настройкам, есть форматы. Есть высокоэффективный формат и наиболее совместимый. Наиболее совместимый это стандартный формат, это JPEG и Edge 264 для видео. Высокоэффективный это HEV и HEVC, формат для фото и видео. Более сжатый. И сжатый он достаточно-таки сильно. Разница доходит до, там, два, иногда три раза по фото и примерно около двух раз по видео. И это круто, потому что, например, фотографии на айфон занимают... Вот, давайте покажу, сколько места. Или давайте сейчас специально сделаем снимок. Делаем снимок. И вот вся информация. Посмотрите, разрешение 12 мегапикселей, 3х4 тысячи, 678 килобайт занимает эта фотография. 678. А теперь посмотрите, сколько на вашем Android-смартфоне занимает фотография в JPEG. И вы увидите, что в JPEG фотография занимает у вас 8, 10, 12, 15, 16 мегабайт. Чувствуете разницу? В 3, 5, 6, 7, в 10 раз иногда фотография занимает меньше места, чем на других смартфонах в JPEG. Ну и, к слову, на достаточно новых смартфонах, Android-смартфонах, есть также съемка в формате HEV. Вот, например, в Realme GT Neo 2 есть также съемка в формате HEV. И я снимаю в формате HEV тоже на Realme, и снимок там занимает, ну, даже не в два раза меньше, к сожалению. Да, сжимает, может быть, и неплохо, но не так эффективно, как это делает Apple. Ну, и это касается не только iPhone 7, это касается любых iPhone, и я не помню, если не ошибаюсь, это как раз с iPhone 7 пошел HEV-HARD формат, и все вот это вот так работает, потому что, ну, в действительности это классно, круто и хорошо. Ну, а в целом, по поводу самих снимков, как я говорил ранее, они довольно-таки неплохие, достаточно-таки красочные, в особенности, если смотреть на экране смартфона, выглядит неплохо. Даже я смотрел на ПК, и примеры также вы сможете некоторые увидеть, или уже видели у себя на экранах. В целом, снимает камера неплохо. Ну, вот сравнивал, конечно же, я с пикселями, пиксели третьи, а пиксели третьи это уже 2018 года смартфоны, на два года новее, чем iPhone 7, и, конечно же, пиксели это, ну, наверное, лучшие смартфоны по части фото. Ну, вот сравнивал я iPhone 7 и Pixel 3, и Pixel 3, конечно же, показывал лучшие результаты. Вполне логично, во-первых, пиксели лучше по фотографии, во-вторых, они новее на два года. Ну, а в целом, неплохие снимки делает Apple iPhone 7. Также хочу сказать по поводу видео. По поводу видео здесь даже все еще лучше. Во-первых, в камере работает стабилизация, как программная, так и оптическая, и это классно, хорошо, приятно. Во-вторых, смартфон может записывать видео в 4К, 30 кадров в секунду, Full HD 30 и Full HD 60, что очень классно и круто. Я снимаю Full HD 60, и вы могли видеть, наверное, последние три месяца любые подсъемки по видео при обзорах каких-либо гаджетов, устройств, смартфонов, например, где я на улице что-то подснимал, я снимал всегда на iPhone 7. На шестилетний смартфон я снимал видеоролики, и все выглядело вполне себе неплохо и достойно. Плюс ко всему, занимало не так много места. У меня, кстати, давайте покажу статистику. Вот смотрите, на что используется память. Больше всего это приложение, меньше фотографии, 46 гигабайт используется. Из этих 46 гигабайт, это в основном, кстати, приложение, и это к тому, что смотрите, на 32 гигабайта памяти не стоит брать этот смартфон. Итак, фото 9 и 37 гигабайт, все остальное уходит уже на приложение. Из 9 гигабайт вы можете видеть 178 видеороликов, 64 селфи, 567 фотографий лайф, таймлапсы и скриншоты. Есть также, хранятся еще пока в памяти, недавно удаленные, и вот некоторые такие. Получается, что совместно фотографий около 600, больше 600 и около 200 разных видеороликов на 9 гигабайт. То есть, ну, вы понимаете, настолько это все экономно, учитывая то, что здесь фотографии, видео, вот это вот все в сжатом режиме, все хранится достаточно-таки неплохо. Так, по видео я сказал, что все работает также отлично, что множество разных подсъемок было. Также хотелось бы обратить внимание, что оптическая стабилизация работает, например, в смартфонах, ну, которые стоят от 300, от 400 долларов и выше. Ну, например, взять тот же самый Realme GT Neo 2, который при самом идеальном положении стоил около 300 долларов, но сейчас он стоит там все 400 или 500 даже. И там, кстати, оптической стабилизации нет. И этот смартфон считается как бы, ну, субфлагманским как минимум, а здесь, ну, вы видите сами, 6-летний смартфон 6-летней давности. Единственный минус, мне не нравится, как видео снимает в движении, то есть, если я иду или бегу, то из-за стабилизации видео, такое впечатление, как бы, либо видео подергивается, либо фокус подергивается. Также примеры я некоторые добавлю, вы можете сами посмотреть. И в целом, если это, например, вы стоите в одном положении, картинка может быть там не статическая, картинка может быть в движении, в активном движении, тогда все нормально. Если вы идете, бежите, тогда немного подергивается. Но даже учитывая это, все в неплохом русле, все вот это вот работает довольно-таки неплохо. И лучше, однозначно лучше, чем множество смартфонов бюджетных и ультрабюджетных, это как минимум. Пример записи видео на смартфон iPhone 7, основной модуль камеры. Ну, он здесь один, единственный, тыльный модуль камеры. Ну, и также оценивайте качество записи видео. Это Full HD 60 кадров в секунду. Есть возможность выбрать Full HD 30, 60 кадров в секунду и 4K 30 кадров в секунду. При всем этом здесь работает нормальная, адекватная стабилизация. Есть и оптическая стабилизация. iPhone 7, тыльный модуль камеры, основной модуль камеры. Full HD 60 кадров в секунду. iPhone 7. Это практически закат. Можно хорошо будет оценить, во-первых, работу в светлых и темных участках. Так, смотрите, сейчас и тень есть, и не тень. Можно оценить качество стабилизации, так как и до сейчас, ну, понимаете, что это далеко не ровная дорога. Ну, и также качество видео в целом на iPhone 7, устройстве, которому уже 6 лет. Ну, и фронтальная камера. Разрешение фронтальной камеры здесь 7 мегапикселей. Конечно же, невысокое разрешение на сегодня, на 2022 год, но в итоге 7 мегапикселей. Есть все те же самые возможности. HDR в автоматическом режиме, Live Photo. И все это работает довольно-таки неплохо. Да, далеко не лучшая камера, но в итоге относительно неплохие снимки все-таки можно получить. Это неплохо. Но если говорить по поводу части записи видео, то это только Full HD и только 30 кадров в секунду. И, к сожалению, еще без стабилизации. То есть по части съемки видео на фронтальную камеру здесь не все так хорошо, как на тыльную. Ну, в итоге неплохо и однозначно не хуже, и даже лучше, чем бюджетные, ультрабюджетные смартфоны. Пример записи видео на смартфон iPhone 7 на фронтальную камеру. И максимальное разрешение фронтальной камеры по HD и максимальная частота кадров это 30. Есть еще 720 мин, но это не совсем интересно. Плюс ко всему стабилизации здесь, к сожалению, нет. Но зато в целом мы можем иметь вот такой довольно-таки широкий угол при записи на фронтальную камеру iPhone 7. Если же говорить по поводу звука, то здесь также все хорошо. Просто потому что если по внешнему динамику... Давайте сейчас, во-первых, включу максимальную громкость. Во-вторых, включим аудиотрек. Скажу, что звук... Здесь два динамика. Один динамик расположен на нижней грани, второй в разговорном динамике. И, ну, во-первых, на 2016 год все выглядит и слышно, и ощущается круто. И, во-вторых, даже на сейчас, сравнивая с бюджетными и ультрабюджетными смартфонами, все очень-очень круто. Вот давайте сейчас включаю аудиотрек. Вот не знаю, настолько хорошо это все слышно. Но звук, во-первых, точно так же кажется объемным, достаточно громким и хорошо слышно как верхний, так и нижний. Нижний, конечно же, громче, нежели верхний. Но в итоге звук здесь достаточно приятный. Даже учитывая то, что это старый смартфон и на сейчас мы его слышим. Потому что просто здесь присутствуют и высокие, и средние, и низкие частоты. И он относительно сбалансирован, относительно приятный и неплохой звук. И, кстати, у айфонов либо всегда, либо практически всегда был классный крутой звук. Даже взять тот же самый айфон 4, 4S, здесь был очень-очень достойный звук. А айфонами я пользовался даже первым айфоном, точнее он шел как 2, айфон 2, 2G, по-разному кто-то рассказывал. И 3, и 3G, точнее 3G и 3GS. Там были вот такие вот, да. Я всеми этими айфонами пользовался. И там также был достаточно-таки неплохой звук и лучше, чем у большинства других Android. Ну и по поводу звука в наушниках. Адаптером, честно скажу, даже не пользовался. Пользуюсь всегда беспроводными наушниками. Практически всегда, возможно, для теста или ностальгии. И звук, ну я не скажу, что чем-то намного хуже, чем у других Android-смартфонов. Да, может быть, по каким-то некоторым параметрам уступает, но в итоге звук здесь все равно достойный. А если сравнивать вовсе с бюджетными, ультрабюджетными смартфонами, то сравнивать даже нечего. Этот смартфон будет однозначно круче по звуку. Автономность. И вот мы переходим к интересному параметру. Почему? Потому что, ну, смартфон старый. И все может быть очень сильно коварно и очень сильно нехорошо. Ладно, давайте рассматривать более подробно. Батарея изначально в новом смартфоне устанавливается с емкостью 1960 мАч. На 2022 год выглядит это очень-очень смешно. 1960, это в реальности смешно. Ну, давайте не забывать, что это маленький смартфон, маленький дисплей. И в Android, и в iPhone расход батареи, заряды батареи совсем разный. И для iPhone, я скажу, это так не сильно уж и мало. У них с автономностью все лучше, чем у Android. Но, во-первых, так как это бюс смартфон, то емкость за время использования могла очень сильно просесть. И перед покупкой я всегда рекомендую смотреть на процент состояния батареи. И вот если вы видите 85% ниже, в особенности ниже 80%, покупать не стоит. Или стоит, но с тем вариантом, что вам придется менять эту батарею. Все производители, в том числе и Apple, рекомендуют заменить батарею, если емкость, максимальная емкость снизилась менее 80%. Что в моем случае? В моем случае здесь установлена новая батарея. Сейчас показывает максимальную емкость 100%. Но, покупал я смартфон 3 месяца назад. Пользовался я смартфоном 3 месяца. До меня еще пользовались этим смартфоном еще 2 или 3 месяца с новой батареей. По-моему, тоже около 3 месяцев. В итоге 6 месяцев. Пока результат странный. 100% после 6 месяцев использования. Ну, не знаю. Посмотрим, что будет дальше. То есть, ни на 1% пока не сдвинулось. Смартфоном пользуюсь активно. Заряжаю его практически каждый день. Но использую как второй смартфон. Когда делал обзор и актуальность этого смартфона на первом канале, пользовался им как основным. И заряжал, конечно же, чаще. Ну, потому что пользовался им чаще. А сейчас он как второй смартфон. Если интересно, как сейчас пользуюсь, то вот, пожалуйста, примерно. Сейчас 40% заряда. И смартфон был заряжен с вечера еще, вчерашнего дня. Вот, смотрите, 21. Ну, где-то 22-10 часов вечера. Нет, вот последний заряд. 23-19 до 95% был заряжен. Снимаю зарядки, равномерный разряд. И вот дальше пошло по спадающей. Сейчас 18-32, 40% заряда. То есть, по сути, это практически полный рабочий день. Ну, может быть, у кого как. И дисплей проработал 3 часа 3 минуты. 32 минуты экран был выключен. Ну, в общем, рассчитывайте на 3 часа 3 минуты. И практически вот через там каких-нибудь 3-4 часа будут сутки, как я пользуюсь этим смартфоном. То есть, на сутки мне этого смартфона в моем режиме использования будет достаточно. Учитывая то, что вот 3 часа он уже отработал, еще как минимум час отработает. И в действительности так и есть, потому что у меня получалось использовать этот смартфон активно на одном заряде от 4 до 4,5 часов работы дисплея в день. Ну, и если я пользовался только этим смартфоном, то полного заряда на один рабочий день мне не хватало. Я подзаряжал этот смартфон. Он мог либо полностью зарядить, либо еще где-то процентов на 50. И в течение дня мне этого хватало. Потому что активность дисплея там была 5-6 часов. И мне этого тогда хватало. То есть, еще подзарядить смартфон можно было. Это не было тяжело, потому что, ну, я часто нахожусь недалеко от розетки. Ну, и вот такой вот график на то время можно было видеть. За 10 дней среднее время использования дисплея 4 часа 12 минут. То есть, это могло быть там 3 часа 40 минут, а могло быть 4,5 часа. Ну, и вот здесь вы можете видеть мою всю активность и весь заряд. Когда смартфон был заряжен на 100%, и когда смартфон использовался вот сколько часов. Вы все это можете видеть. В итоге могу сказать, что относительно неплохой живой батареи можно рассчитывать на 1 день не сильно активного использования и на 4 часа работы дисплея. Если же вы очень много потребляете контента или же играете или пользуетесь, например, тем же навигатором активно, тогда вам однозначно не хватит. Придется заряжать еще наполовину, еще на раз, а может быть, еще и не на один раз, если очень-очень активно пользуетесь. Повторюсь, я без игр, без навигатора иногда использовал камеру, мне хватало на 4 часа. За день я подзаряжал до 50%, либо же еще второй раз. И тогда мне хватало примерно на 6 часов работы дисплея этого смартфона. Так что это также стоит учитывать. Играете, однозначно будьте готовы заряжать часто. Снимаете много, будьте готовы заряжать часто. Пользуйтесь навигатором в разъездах постоянно, будьте готовы заряжать смартфон чаще. Ну и я думаю проблем с зарядкой не будет. Смартфон заряжается, ну да, не сильно быстро, хотя первая половина или первые там процентов 60 заряжаются достаточно быстро, меньше часа. Да, быстрых зарядок тогда еще таких, как таковых, не было. И в этом смартфоне точно так же. Емкость батареи здесь невысокая, 1960 мАч. Можно брать, покупать любой маленький компактный пауэрбанк там на 10 000 мАч. И если вы находитесь в отдалении от розетки, вот такой вот маленький компактный на 10 000 мАч, вот такой вот миниатюрный, да, вы можете заряжать этот смартфон, ну, очень-очень много раз. Это вам не Android смартфоны, где батарея по 5000 мАч. Когда зарядил один-полтора раза, и все, и пауэрбанк уже разряжен полностью. Здесь вы там и 4 раза сможете зарядить от одного пауэрбанка. То есть проблем с этим никаких нет. То есть автономность, ну, я бы назвал, если вы активно пользуетесь смартфоном, это минус в этом смартфоне как новый, так и б.у. Б.у, конечно же, это все может усугубиться, потому что, ну, либо износ, либо нужно менять батарею. Чтобы поменять батарею, средняя стоимость, указываемая, 20-25 долларов, это указывают за хорошую батарею. Ну, в принципе, можно поменять, попробуйте самому. Здесь очень сложного ничего нет. Но учитывайте, что после замены, а я думаю, ее все-таки придется менять, потому что смартфону 6 лет, и найти нормальный, после 6 лет использования с нормальной батареей, ну, практически не реально. Даже если этим смартфоном не пользуюсь. Если батарея лежит, не используется, она также изнашивается, возможно, даже и хуже, чем если бы ее периодически заряжали и разряжали. Так что в любом случае придется менять, и не забывайте, что пылевлагозащита тогда пропадает. Ищите либо добросовестный сервис, чтобы хотя бы как-нибудь проклеивал по контуру, по корпусу, по всем разъемам, где там есть возможность попадания влаги, чтобы это все было проклеено, чтобы сделано было добросовестно. Ну и зарядка, беспроводная зарядка, к сожалению, не поддерживается, уже начиная с 8-го айфона, где спинка не металлическая, а стеклянная, беспроводная зарядка уже будет поддерживаться. Здесь пока еще все-таки нет. Так что, ну вот еще одно подтверждение, что этот смартфон не сильно подходит для игр, из-за трех основных минусов. Небольшой дисплей, высокий, достаточно высокий нагрев, и высокий разряд. Вот из-за этого все-таки для игр смартфон не сильно подходит. Если все это вас не смущает, у вас недалеко розетка, и вам этот дисплей не кажется маленьким, пожалуйста, играйте, наслаждайтесь жизнью. Ну и теперь по поводу безопасности. Также стоит сказать, я уже говорил, что здесь физическая, точнее не физическая, а сенсорная кнопка, которая работает как физическая. Плюс ко всему она же и сканер отпечатка пальцев. Работает это замечательно. Нажимаем, и все отлично. Кстати, если просто прикладывать палец, ничего не случается. А вот если придавливать, как будто бы вы нажимаете, тогда проходит разблокировка. Разблокировка проходит быстро, отлично, срабатывает 9,99 из 10. Здесь к этому абсолютно никаких претензий нет. Приятно, все хорошо. Никаких Face ID, распознавания лица здесь, во-первых, нет, и во-вторых, еще не было. Это уже началось с iPhone X, и все, которые пошли выше, с Face ID. Ну, есть плюс. Плюс в том, что, если вы в маске, времена ковида, коронавируса и прочего, этот вариант более удобный. Прикладываем палец, не нужно снимать маски, не нужно там на кассе, когда вы оплачиваете, снимать маску, чтобы оплатить. Здесь просто достаточно вот нажать на сканер отпечатка пальцев. Touch ID. Вот как-то так. Теперь, когда мы со всем самым основным разобрались, посмотрели, определились, давайте определимся с ценой. Цена на сейчас, на этот смартфон, составляет от 100 до 130 долларов. В среднем это получается около 4 тысяч гривен. За версию на 128 гигабайт. И вот именно за такую цену я его и купил. Купил у обычного человека. Опять-таки, скажу, если в магазине будете покупать, который занимается айфонами и б.у. техникой, там будет немножко дороже. Там получится, ну, не знаю, сами как-то посмотрите. Получалось, когда я искал, получалось немного дороже. Так что, имейте это в виду. И если сравнивать, посмотреть, что сейчас можно купить за 4 тысячи гривен на новом рынке, на новых смартфонах, в магазинах, то это, естественно, Redmi 9A, и то они даже немножко дороже стоят. Или же Techno Spark 6. Ну, давайте будем сравнивать эти, примерно, смартфоны. У этих смартфонов, варианты по памяти, 2.32. Мой вариант, напомню, 2.128. 32.128. Чувствуете разницу? За одни и те же деньги. Вот, как-то так. Ну, и плюс ко всему, по всему железу, по всем параметрам, ну, естественно, кроме автономности, этот смартфон будет однозначно лучше. Единственное, что, да, вот как раз по автономности, все бюджетные, ультрабюджетные смартфоны будут лучше. Например, тот же самый Redmi 9A, имея батарею в 5000 мАч, Techno Spark 6 5000 мАч, Techno Spark 6 Go, только не просто 6. Здесь 1960. И да, преимущество будет, ну, как минимум, наверное, в два раза. То есть, если вы здесь будете иметь 4000, 24 часа активной работы дисплея, то там вы будете иметь около 7, может быть, даже 8 часов активного использования дисплея. Ну, и все-таки могут возникнуть некоторые вопросы, почему я все-таки взял iPhone 7, нежели iPhone 6, 6s, или 6s+, или 6+, они ведь по цене будут примерно такие же, но в версии, например, плюс будут лучше по размеру дисплея, и лучше будут по автономности, а те же 6, 6s будут дешевле. Ну, помните, по поводу актуальности программного обеспечения. Так вот, 6, 6s, 6s+, они не обновляются уже до тех версий, которые мне было нужно. Мне было нужно как минимум 15, iOS 15, или выше. Я получил 15,5, и это уже хорошо. 16, к сожалению, как вы помните, не получу. Дальше, почему не эти iPhone, потому что кнопка Home там физическая, а физическая кнопка Home означает то, что она могла уже меняться достаточно таки часто, потому что эта кнопка используется часто. Почему? Для того, чтобы выйти на главный экран, для того, чтобы запустить серию, для того, чтобы запустить многозадачность, она очень часто используется. Соответственно, ограниченное количество нажатий, и за 6 лет она могла выработать свой ресурс, ее могли менять уже 2-3 раза, может быть и больше, а потом там начинаются проблемы с сканером отпечатка пальцев, с Touch ID, родной, неродной, сервис, не сервис, и множество разных проблем. Здесь одна кнопка, которая будет работать очень-очень долго, если вы ее там, ну не знаю, не разбили, а во всех остальных случаях она просто будет работать до бесконечности очень-очень долго. Так что, вот это вот самое основное, почему все-таки не более младшие модели, а именно это, из-за кнопки Home, из-за программного обеспечения, из-за нового программного обеспечения. Ну, естественно, можно было, конечно же, посмотреть еще вариант iPhone 7 Plus, iPhone 8, и да, но, но, например, iPhone 7 Plus значительно дороже, уже значительно дороже, нежели iPhone 7. Я напомню, что iOS 16 он также не получает. Соответственно, что, ну, в лучшем случае, мы получим там портретный режим и немного больше дисплей с немного лучшей автономностью. Все. Ну, естественно, он будет большой, огромный, он будет размерами, как мой Realme GT Neo 2, которым я пользуюсь, плюс ко всему дисплей там будет меньше. Ну, зачем такое большое существо? Тогда лучше уже брать что-то более новое, например, начиная с iPhone X или X и что-то выше. Ну, они, естественно, уже будут стоить в 3 раза дороже. Здесь получается вот круговорот. И так вот, на сегодняшний день для меня, чисто по моим требованиям, параметрам iPhone 7 является самым дешевым смартфоном от Apple, рабочим на сегодня, вполне рабочим, адекватным, с рабочими параметрами и с новым программным обеспечением, который поддерживает все, что сейчас есть и что сейчас нужно. И как минимум год он таковым и будет еще оставаться. Дальше следующее, что я бы рассматривал в покупке, если, например, восьмерки подешевеют, то восьмерку. Если не подешевеют, то ниже iPhone X ничего не рекомендую покупать. А лучше, конечно же, там XR 11, ну и что-то более новое. Так что, вот так вот, если вдруг задумаетесь о покупке, iPhone 7 достаточно-таки неплохой вариант самого дешевого рабочего смартфона с актуальным программным обеспечением. Ну и выводы. Попользовавшись этим смартфоном уже три месяца, могу сказать, что он хорошо себя показывает даже на сегодняшний день. И ответ на самый главный вопрос, актуален ли iPhone 7 в 2022 году, конечно же, да. Из мира Apple ничего более актуального за эти деньги нет. Если покупать что-то новое на Android, то ничего и близко не будет такого по характеристикам. Единственное, чем бюджетники будут лучше, так это автономностью. Все остальное, производительность, объем памяти, камера, вибро, материалы корпуса, габариты, дисплей, все это будет намного лучше в iPhone 7 поколения. iPhone 7 будет лучше по всем этим параметрам. Но если выбирать что-то уже из БУ смартфонов на Android, то альтернативы, конечно же, есть. Можно посмотреть и на тот же Google Pixel 3, который стоит ну примерно тех же самых денег и плюс ко всему обзор на Pixel 3 в 2022 году у меня уже был на канале. Так что можете посмотреть, перейти в довольно-таки неплохой вариант также для покупки для любителей Android, чистого Android. Кстати, там на 2022 год в 4-летнем смартфоне используется Android 12. Как ни странно, как ни удивительно, но да, актуальное программное обеспечение. Когда большинство других смартфонов используют 11-ю, 10-ю версию программного обеспечения, ну вот как-то так, даже флагманы прошлых лет. Ну а по поводу iPhone 7 пока уже 3 месяца и пока еще он остается у меня на постоянной основе. Правда, не как основной смартфон, а как дополнительный к Android смартфону. Почему как дополнительный? Я, знаете, выпускал отдельный видеоролик по поводу iPhone 11-го, удобства использования iOS, плюсов, минусов. Я там рассказывал, почему все-таки я не смог перейти полностью на iOS и на iPhone и почему эти устройства не стали для меня основными. Смартфоны классные, смартфоны классные по множеству параметров, по множеству параметров они даже могут быть лучше, есть лучше Android смартфонов, но есть свои минусы, есть свои плюсы, и вот из-за некоторых минусов я просто-напросто не смог перейти на них как на основной. А вот как дополнительный это очень интересный вариант. Интересный тем, что я вижу, что происходит в мире Android и в мире Apple, iOS. Вижу, что работает, что как работает, где как работает и понимаешь, какая система хороша, какая система плохая и опять-таки идеальных систем нет, а вот если соединить вот эти вот две системы Android и iOS лучше взять от них, тогда получится что-то вот наверное идеальное. Но к сожалению мы имеем два лагеря, два разных типа устройств и две разных операционных системы iOS и Android, которые хороши каждой по-своему. По данному видеоролику у меня в принципе все. Если вам это видео чем-то понравилось или было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой первый, второй канал в YouTube, как я и говорил, на Telegram канал, там информации много, интересной, полезной, там множество разных обсуждений, общений, разных видеороликов, все это есть, так что можете перейти, почитать и возможно вникать в беседу и помогать друг другу, а может и вам будут даже помогать. Делитесь этим роликом друзьям и знакомым, близким, ведь тема достаточно-таки актуальна, сейчас кризис, это военное время и многим-многим возможно не хватает денег на топовые флагманские смартфоны, кому-то может быть не хватает денег даже на бюджетные смартфоны и ну вот как минимум этот видеоролик и в целом мой канал с обзорами множества БУ смартфонов, множества бюджетных, ультрабюджетных гаджетов может быть интересен и полезен просто потому, что чтобы не купить что-то самое дешевое, самое простое, самое плохое, которое вам первое попадется на глаза выбрать что-то нормальное, адекватное за невысокую стоимость по оптимальной цене, которым вы сможете пользоваться и наслаждаться этим устройством, а не просто портить свои нервы, переживать и потом не знать, что делать дальше с ним. Так что делитесь этим роликом с друзьями знакомыми, близкими, многим он может быть интересен и полезен в целом. Ну и всем спасибо за просмотр, всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok